За мир труд май. Сотни людей собрались на площади 30-летия Победы. И партийные, и свободные художники, и спортсмены, и представители искусства все объединились одной идеей. Коллектив небольшого театра в этот день дает спектакль, но сначала традиционная демонстрация. В первую очередь, наверное, для нас это традиции. Во-вторых, это единение со всей страной. Сегодня, я думаю, что мы все вышли за правду, за то, чтобы не было нацизма и за все светлое. Митинг двинулся по центральным улицам города. Среди участников есть общественные и политические деятели, а также передовики предприятий. Несколько десятков ульяновцев взяли в руки огромный флаг Российской Федерации. Сейчас они понесут его на Соборную площадь. Вот мы и добрались до Соборной площади. Здесь продолжилась культурная программа. Известные общественники и политики поздравили всех присутствующих. Губернатор Ульяновской области открыл официальную часть. Сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда. С нашим замечательным Первомаем. Это один из любимых праздников нашего народа. И мы с нетерпением его ждем. К сожалению, не удалось его отпраздновать достойно в прошлом году из-за определенных событий. Но сегодня мы отпразднуем его на полную мощь. Главный по профсоюзам Анатолий Васильев считает Первомай одним из самых фундаментальных праздников в России. В эту ветреную погоду действительно мы собрались впервые за два года. Я благодарен тем, кто сегодня здесь, на этой площади вместе с нами. Поскольку история этого праздника, она уходит в далекий 1886 год. Первый расстрел с тачки в Чикаго. И мы действительно сегодня исторически говорим, что и истории профсоюзов в России более 117 лет. Партийные деятели тоже обратились к народу. Единоросс Илья Ножичкин уверен, Россия сильна, когда люди стоят друг за друга. Никакие попытки Запада отменить Россию, уничтожить нашу культуру, историю, уничтожить нашу экономику не пройдут. Нас не отменить. И сегодня тысячи людей присоединились к этой акции «Единой России». У нас сильная армия, которая защищает, как и много лет назад. Андрей Седов, возглавляющий региональное отделение «Справедливая Россия», благодарен трудолюбивым ульяновцам. Хочу поблагодарить, прежде всего, ветеранов труда и тех, кто сейчас трудится на предприятиях, кто занимается созиданием и продвижением нашей страны вперед. На Соборную вошли колонны работников предприятия, организаций районов города. Среди этих людей есть и ветераны-отраслевики, и перспективная молодежь. Алексей Русских не только поздравил ульяновцев, но и наградил местных ударников труда. Виктория Черкова, Геннадий Бухтояров. Улправда ТВ.